В Морел завершился сезон ремонтных дорожных работ. Всего нынче на содержание ремонт и строительство дорог было потрачено более 2 миллиардов рублей. Наибольшее внимание дорожники уделили самым загруженным участкам. Так какие дороги попали в этот список, а где планируют провести ремонт на следующий год? Об этом в нашем репортаже. Наибольшее разрушение прошлой зимой получили дороги Кокшайск-Красногорский, Южкорола-Казмодемьянск, Южкорола-Санчурск, Звенигово-Шалангер-Марки, Звенигово-Помары. Именно по их состоянию было наибольшее количество нареканий и жалоб от населения. И по этой причине именно им уделили основное внимание дорожники. Нам помог федеральный бюджет. Были выделены порядка 120 миллионов рублей именно на ремонт дорожной сети республики. Здесь была проведена очень большая работа. Также была проведена работа по ликвидации дефектов покрытия дорог республиканского значения на маршрутах движения школьных автобусов, на маршрутах движения регулярных автобусов. Ну и наиболее загруженных, наиболее интенсивных участках дорог. Конечно, не все дороги получили в минувшем сезоне необходимое внимание. По итогам весеннего обследования дорог потребность была намного больше возможностей дорожного бюджета. На восстановление всей сети дорог требуется уже порядка более 50 миллиардов рублей. И вот в этом году наметилась очень хорошая тенденция, благодаря личному участию главы республики Мариола Александра Александровича и Стефеева. В этом году прелестом республики рассматривается вопрос об увеличении доходной части дорожного фонда. Дорожники с оптимизмом отмечают, что сдвинулось с мертвой точки решение вопроса по передаче части дорог на федеральный уровень. Речь идет о маршруте движения Южкарала-Нижний Новгород. Это разгрузит республиканский дорожный фонд. Еще один важный момент. Теперь будет серьезнее борьба за качество работ на дорогах. Принято решение о выделении финансовых средств ГОМ «Рескавтодор» на приобретение оборудования для дорожной лаборатории в целях увеличения, повышения качества дорожно-стоятельных работ, применяемых материалов, конструкций и изделий. В шести районах республики близится к своему завершению кампания по строительству дорог по федерально-целевой программе устойчивого развития сельских территорий. Это шесть дорог общей протяженностью более 13 километров, затрачено на которые порядка 233 миллионов рублей консолидированного бюджета. Еще 275 миллионов рублей потрачено в республике на ремонт дорог муниципальных образований. Есть хорошие новости для пешеходов. Тротуары в Йошкарале и других городах республики наконец-то постепенно будут приводить в порядок. Ответственность за них несут муниципальные образования. Например, администрации Йошкаралы разработана по этому поводу целевая программа. Правда, ее реализация запланирована не на один год. Но все же есть надежда, что в обозримом будущем передвигаться по тротуарам столицы станет куда удобнее. Эта работа, которая была начата в этом году, она будет продолжена и в следующем году, так как ремонты наиболее нагруженных участков дорог не завершены в полной мере. Есть участки, которые требуют и дальнейшего ремонта. Эти объекты включаются в планы работы на следующий год. Они также будут ремонтироваться и в следующем году. Также будет проводиться программа по строительству дорог в сельской местности для этих целей. Направлена бюджетная заявка Федеральное дорожное агентство по пяти объектам строительства в пяти муниципальных образованиях. Добавим, что в следующем сезоне будет продолжена реализация федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Но следует понимать, что при строительстве дорог на селе должны быть учтены важные требования. В каждом населенном пункте, куда проложат новую дорогу, должны быть предприятия переработки сельхозпродукции или общественно значимые объекты. Выбор за администрациями муниципалитетов.